Пожалуй, одна из самых интересных и инновационных серий в смартфоностроении можно смело назвать линейку Galaxy Note от корейского производителя Samsung. Это гаджеты, которые с самого старта производства использовали OLED-экраны, топовые железа и, конечно же, комплектовались стилусами S-Pen. Когда весь мир уже 4 года как сходил с ума от возможности управления смартфоном простым прикосновением пальца в iPhone, Samsung взяли и переизобрели стилус. Всем привет, вы на канале копипаста, меня зовут Кирилл и сегодня я расскажу об эволюции одной из лучших линей компании Samsung Galaxy Note. Поехали! Долгое время свои смартфоны компания представляла на выставке потребительской электроники IFA в Берлине. Именно там в сентябре 2011 года был представлен первый фаблет компании Samsung Galaxy Note GT N7000. Диагональ устройства составляла 5,3 дюйма при разрешении 1280 на 800 точек. И если сейчас такой диагональю никого не удивить, то в далеком 2011 году это был настоящий монстр. Для сравнения, флагманский на тот момент iPhone 4s оснащался дисплеем диагональю 3,5 дюйма. Разница была на лицо. Ха, точнее на экран. Ключевой особенностью смартфонов линейки Galaxy Note стало появление встроенного стилуса S-Pen. Сенсорная панель устройства была разработана в сотрудничестве с VACOM и распознавала до 128 степеней нажатия. К слову, даже тогда существовало разделение на несколько версий. Например, для США и Канады была модификация SGH i717. Она работала на базе процессора Qualcomm Snapdragon MSM8660. Нам же поставлялась версия на процессоре собственного производства компании Samsung – Exynos 4210. А корейцам повезло ещё больше – для них существовала версия с ТВ-выходом и NFC-чипом. Работало всё это дело на базе Android 2.3 Gingerbread с фирменной оболочкой TouchWiz, которую в сети не ругал только ленивый. Конечно, о вкусах не спорят, но даже, на мой взгляд, она была крайне олиповатой и безидейной. Прошёл год, и в рамках всё того же мероприятия IFA 2012 компания провела своё мероприятие – Samsung Compact. Произошло это 29 августа 2012 года, и нам представили Samsung Galaxy Note 2. Диагональ дисплея возросла до 5,5 дюймов, а вот разрешения нет. Как итог, плотность пикселей на дюйм стала ниже, чем у предыдущего Galaxy Note. Появилась функция AirView. Она позволяла смотреть контент без необходимости открывать его. Наводим S-Pen, и появляется окно с предпросмотром. Удобненько, особенно когда привыкнешь. Кстати, смартфон научился воспринимать 1024 степени нажатия стилусом, а само электронное пюро S-Pen стало длиннее, тоньше и удобнее. В режиме просмотра видео одним нажатием кнопки можно превратить его в плавающее окно дисплея. А в одном из следующих обновлений ПО компания пошла ещё дальше, но устройство завезли полноценный мультиоконный режим. Правда, тогда данная возможность поддерживалась далеко не всеми программами, а только лишь фирменными приложениями от Samsung и некоторыми от Google. Например, YouTube, Gmail, Chrome и Tok. И дальше нас ждал качественный скачок вперёд. Где же это произошло? Правильно, всё на той же IFA в рамках специального мероприятия Samsung. Мир увидел продолжение фаблета Samsung Galaxy Note 3. Диагональ дисплея, конечно же, опять возросла и составила 5,7 дюймов. А однако в этот раз не забыли и про разрешение. Никаких шуток, всё по-взрослому. Полноценное Full HD. Задняя панель устройства была выполнена из софт-тач материала, который текстурно напоминал кожу. В новом устройстве была значительно улучшена работа со стилусом S-Pen. При помощи кругового меню Air Command можно было получить быстрый доступ ко многим востребованным функциям. Action Memos, Crapbook, ScreenWrite, S-Finder и Pen Window. Также были доработаны приложения S-Note и функция Multi-Window. Внедрена поддержка сервисов безопасности Samsung Knox и Find My Mobile. И мало кто помнит, что в 2014 году компания выпустила младшего брата, Galaxy Note 3 Neo. И по сути это был чуть улучшенный Galaxy Note 2. Вся те же 5,5 дюймов с таким же разрешением, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. А из них пользователю было доступно около 11. Однако была возможность расширить встроенную память за счёт карты памяти microSD до 64 ГБ. С точки зрения программного обеспечения Galaxy Note 3 Neo и Galaxy Note 3 Neo LTE ничем не уступал старшей модели. Всё в том же 2014 году и всё на том же мероприятии IFA нам представили сразу два премиальных смартфона линейки Galaxy Note, Galaxy Note 4 и Note Edge. По сравнению с Galaxy Note 3 четвёртая версия получила минимальное обновление. Одно из основных, конечно, это новый экран Quad HD 1440 на 2560 пикселей, Super AMOLED с диагональю 5,7 дюймов. Напомню, что в трёшке был всего лишь Full HD. Размер дисплея не изменился, а вот качество картинки даже визуально стало лучше. Текст выглядит более чётко, цвета более насыщенными. Обновился и стилус S Pen. Компания Samsung по просьбам пользователей решила максимально приблизить ощущения от использования стилуса к ощущениям от обычной ручки. Теперь распознаётся 2048 различных степеней нажатия. Учитываются и углы наклона, и нажатия, и скорость. В общем, один в один обычная ручка. Кроме того, немного дополнилась функциональность окон. Теперь есть разделение на два окна. Окно поверх приложения, иконки поверх всего. Тут же появился сканер отпечатков пальцев, и был он не таким удобным, каким мы его привыкли видеть сейчас. Всё дело в том, что для того, чтобы разблокировать устройство, по кнопке надо было провести пальцем. А если это по какой-либо причине не срабатывало, ооо, всё, пиши пропало. А что же по поводу Edge? Edge — это всего лишь имиджевая версия Note 4, созданная для демонстрации технологий компании. Так что про новшества четвёртого Note ещё раз рассказывать не буду. Правый край экрана по всей длине закруглён, и там расположен второй дисплей. Вернее, конечно, он является продолжением первого. Зачем это надо? Samsung предлагает выводить туда различные виджеты и информацию, которая должна быть всегда на виду. Например, это могут быть SMS, какие-то приложения для быстрого доступа, а также виджет линейки, секундомер и диктофон. Время шло, и, видимо, рекламировать выставку IFA компании надоело, и они перенесли презентацию смартфонов Galaxy Note в Нью-Йорк. Samsung Galaxy Note 5 получил Super AMOLED дисплей диагональю 5,7 дюймов с разрешением Quad HD 2560 на 1440 пикселей. Фирменное цифровое перо S Pen научилось делать заметки прямо с экрана блокировки. Как и в случае с флагманским на то время Galaxy S6, новинка получила полностью изменённый дизайн. И именно с этой версией связан, так сказать, хайп по поводу S Pen. Компания Samsung изменила механизм извлечения стилуса из устройства. Раньше его нужно было вытаскивать, теперь же оно доставалось с лёгким нажатием на него. Всё дело в том, что если вы вставляли стилус не той стороной в смартфон, то достать его было нельзя, и он оставался там до похода в ближайший сервисный центр. Следующей, так сказать, взрывной новинкой стал Samsung Galaxy Note 7. А куда делся Galaxy Note 6? Видимо, компания решила сравнять нумерацию своих флагманских смартфонов линейки Galaxy Note с линейкой Galaxy S, что вполне логично. Note 7 имеет классический дизайн серии, но применение закалённого 2.5D стекла Gorilla Glass 5 и алюминия 7000 серии обеспечивает премиальный внешний вид и высокую прочность корпуса. Впервые в серии смартфон примерил на себя защищённое исполнение. Обозначение IP68 говорит о том, что гаджет пыленепроницаемый, а также без последствий переносит длительное погружение под воду на глубину свыше 1 метра. Интересно, что аналогичное защищённое исполнение получило и фирменное перо S Pen. Рисовать теперь можно под водой. Закруглённый дисплей Super AMOLED характеризуется диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2560 на 1440 точек. Всё это мы видели ещё в Galaxy Note 5, а вот чего не было в предшественнике, так это поддержки стандарта HDR10. Это даёт ещё большую контрастность и цветовую насыщенность. Galaxy Note 7 стал первым смартфоном Samsung с разъёмом USB Type-C. Через него обеспечивается быстрая зарядка, поддерживается и беспроводная быстрая зарядка, и подключение накопителей, ОТГ. Что касается ёмкости аккумуляторной батареи, то она равняется 3500 мАч. И именно с батареей связано огромное пятно на репутации Samsung и линейки Galaxy Note в частности. Однако промахи случаются, это естественный вызов для любой развивающейся компании. В конечном итоге множество смартфонов было отозвано, и большого распространения Samsung Galaxy Note 7 не получил. 23 августа 2017 года на мероприятии в Нью-Йорке Galaxy Unpact компания представила Galaxy Note 8. Главным же отличием от предшественников и движущей силой по завоеванию рынка для модели виделся аксессуар DeX, который позволяет превратить смартфон в подобие полноценного компьютера. Также в компании говорили о важности безрамочного экрана Infinity Display, нового стилуса S-Pen и лучшей в классе камере, состоящей из двойного 12-мегапиксельного модуля с системой оптической стабилизации. Новинка получила гигантский 6,3-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1440 на 2960 точек, что соответствует плотности изображения в 522 пикселя на дюйм. А пользоваться смартфоном можно было по-прежнему одной рукой, благодаря закругленным граням и соотношению сторон 18,5 к 9. Физическая кнопка домой стала сенсорной, боковые рамки экрана отсутствуют, а верхняя и нижняя – минимальные. Спустя год всё на том же Samsung Compact нам показали Galaxy Note 9. Samsung Galaxy Note 9 внешне почти не изменился по сравнению с предшественником. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 – сканер отпечатков пальцев расположился под основной двойной камерой. Смартфон оснащается Super AMOLED-экраном соотношением сторон 18,5 к 9, диагональю 6,4 дюйма и разрешением Quad HD+, 2960 на 1440 пикселей, двойной основной камерой на 12 мегапикселей и фронтальной камерой на 8 мегапикселей. Стилус для Samsung Galaxy Note 9 стал крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно использовать как Bluetooth-контроллер, в том числе управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки. Аппаратной основой стали процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона выхода. Смартфон вышел в вариантах с 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти, а накопитель составил 128 или 512 гигабайт. Кстати, всё это дело можно было расширить карточкой формата microSD объёмом до 512 гигабайт. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможностью быстрой беспроводной зарядки. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8. А вот уже 7 августа 2019 года, и это официальная информация, компания покажет Samsung Galaxy Note 10. Ролик о нём вы можете найти во всплывающей подсказке, советую посмотреть. Это видео, как и все из линейки эволюций, я постарался сделать информативным и по делу. Поэтому, если я забыл о чём-то рассказать, с радостью прочту об этом в комментариях. Цен я не касался осознанно, линейка Galaxy Note никогда не была про доступность. Однако всегда была про инновации в смартфоностроении компании Samsung. А как вы относитесь к компании Samsung? Были ли у вас их смартфоны? Я тут осмотрелся, и у меня оказывается и холодильник, и телевизор, и даже пылесос от корейского гиганта. Вот уж действительно народный бренд. Ваши мысли по этому поводу я, как и всегда, жду в комментариях. Обязательно их все прочту. А на этом у меня всё. Чтобы не пропустить новые видео, советую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку на него и на мой инстаграм вы найдёте в описании видео. Как только в телеграме соберётся тысяча человек, я обязательно проведу среди них розыгрыш чего-нибудь крутого. Ну и лайк с подпиской тоже приветствуется. А вы были на канале Копипаста. Меня зовут Кирилл. До скорого.